мы продолжаем после перерыва и деревня со спастертыми объятиями встречает вас выходит сам Рон говорит, что ваша честь уже накрыта эй-эй, вечеринка можно нажираться сначала, а с утра все вопросы хорошо, хорошо вот такой вот здесь подход, говорю я Томасу не вздумаю кидать на этот самый как твой доспех проводит электричество деревушка такая деревушка обычно я описывал, горская из каменной кладки домишки сделаны вот и значит вы входите в большой зал там уже накрыто, все бухают, едят в восторге лошадь за стол можно мы на пять минут отучимся, а потом присоединиться к столу мы можем как-то обсудить ну как-бы пока трезвое все дела завтра, сначала празднование он пока останавливается лошадь, а может перекинуться? ну давайте перекинуть короче план такой у нас есть два медальона черно-белых завтра мы на тракте или где-то находим конвой или не конвой, а просто патруль синих плащей убиваем там всех нелюдей синих плащей и собственно чтобы вы видели люди которые стоят в синих плащах медальоны черно-белых а у них были синих плащей да людей отпускаем убиваем только нелюдей и собственно на этом хитрый план на этом хитрый план заканчивается детали судите потом все бухают и едят мясо а я там живу пьяном столе ману моей что? все нажираются хорошенько пока не надо пока не надо как себя не модно ощущается уже начинает сползать под стол и теперь вы должны все кидать на поезд о блядь за меня тоже бросьте пожалуйста кидаю тогда за эльфийку на форту нифига себе она там в два горла просто заливаю на форту 18 не нужно а сколько вы должны прокинуть? за себя? за себя а сколько нужно прокинуть? на что? на ягу на сколько это сильный яд? на сколько это сильный яд? это не яд это просто алкогольное обвинение от одного до пяти это алкоголь с ядом на сколько это сильный яд? от одного до пяти неропаралитический яд четверка четверка? да вспомнил каждый раз когда мы ели мы делали Detect Poison а вот именно когда мы его не сделали и тогда там оказался яд видео не, ну она явно прокинула 22 она прокинула, да она просто напевает каждый наш обед начался с того что перед тем как мы ездим мы Detect Poison а сейчас вы не Detect Poison я же не виноват потому что ты сам погнал а я для того и погнал ну понятно а точнее они для того и погнали этот отъехал один отъехал второй отъехал Падин отъехал Палыч а сколько у тебя отъехавший? у меня по консты четыре а у меня вообще нет такого что за поезд Fortitude сколько у тебя? у меня плюс два девять восемнадцать плюс два у меня процедура а у Палыч у Палыч у Палыч у меня Fortitude четыре плюс... я не качал хватает, нет? ну да, не хватает четыртый уровень четвертый уровень у меня процедура у Палыч тоже не покидывает но, как же стабильная ну я не знаю я не качал что это рочет в общем, Марина сквозь пьяные глаза замечает, как здоровые мужики которые до этого пили вокруг и притворялись лежащими уже Встают, подходят, начинают товарищей всех ваших относить Потом доходят до тебя Ты будешь что-то... Сопротивляться Если ты будешь сопротивляться, честно, они тебя будут вырубать Может притвориться, что все в порядке Ну, я, наверное, пьяная и счастливая Поэтому я не буду сопротивляться Хорошо, у вас всех... Ты только замечаешь, так время от времени, чуть приходя в себя Что вас отвозят, относят, точнее, в какую-то очень укрепленную хижину И там запирают за дубовой дверью Прекрасно Вы помните, на кого похожи эти горцы? На шотландцев? Нет На кобрани каннибалов? Нет, по культуре Мы же их сравнивали Скандинавами Когда Рон сказал, что убил первого этого в 16 лет Норги На Чичина, бля Да? 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 Типа, они нас в эти, что ли, бробы И на... С утра вы Приходите в себя, но двигаться мало кто из вас сможет Так мы же друзья Марина только одна Стоит у решетки такой солидной У вас, кстати, изъяли оружие, книги И одежду лишнюю Марина, слышишь хлопанье крыльев И во двор опускаются три дракона эльфийских Ах, ты ж нифига себе поворот После чего к ним выходит Рон со спостертыми объятиями Я так вообще с бутонодом не хрена себе так же Ты вообще сейчас выруб сам Они там что-то жанкаются, договариваются Что-то передают какие-то письмена этим эльфам И они улетают Где там? Нет, если не аэропатически, вы ничего не можете делать Даже ты уплёшь в себя, просто захлебываешься Нет никаких способов никогда Ты не можешь вас сразу во сне Практикально Вы только в комеду Мы не будем это обсуждать Нет, ну это так и есть Никто не во сне обсирает К решетке подходит Рон Что-то не говорит зря Девочки с этими ребятами связались Они очень опасны Так мы связывались с тобой Так выпусти меня Я их вообще не знаю Уже не могу За тебя тоже предложены огромные награды Продал нас, да? Почему же Бродово? А ты подлец и проявил его в морду Ты пойми Наш народ балансирует на грани Между жестокими убийствами и бытием в государстве Знаешь, мы скоро все так будем балансировать Значит, нравятся эти тупые будущие Это про нас? Нет, я про них Да? Потому что мы заперты, но мы, может быть, не заперты Чем? Это мы закрыты Это вы думаете, это меня с вами заперты? Да Это вы меня заперли? Нет Это вы меня заключили в крепость Он говорит, что если вы настолько важны, что за вами высылают драконью конницу соседнего государства Какого имени? Он еще рассказывает, что как только вы ушли, они заметили драконов в небе Он так решил с тобой подкровенничать, видимо Это, понимаешь, за фиги, да? Заметил драконов в небе Они опустились Сказали, что они представители официального Толенора Дракона? Да Толенор заключил соглашение с Эдендаром В связи с тем, что здесь действует очень опасная шайка Они попросили у них помощь драконьей конницы для выслеживания Это Толенор заставится И они передислоцировали сюда Ого Около пятидесяти драконов для того, чтобы вас спасли Ебать После этого Он понял, что Мы вырезали не больше двадцати человек И все И сразу же драконы А чуваки только что пятьдесят с хуем порезали За ними просто типа Ну что, договариваться будем? Им сказали, что простят и грехи, если они вас дадут Точнее, у них давно уже такое положение Они помогают здесь, представляют интересы При этом режут часть Ну, это нормально А чего они нас сразу не сдали? Ну зачем? Уже не было? Сразу предложения не было Да, и с вами было весело А сейчас не весело В общем, говорит, зря ты девочка с ними связалась Отдыхай пока, сейчас еду принесут Он уходит Любимый человек Приносят тарелку мяса, подсовывают под дверь Одну что-нибудь Ну вы-то не Детекти факен поясом, блядь Будешь детектить? А есть чем? Я не буду вообще есть Я думаю, я отпихну эту тарелку ногой и печень Что-то у меня не связано Производительного зрения она не была Связано? Вы связаны Она связана? Она не связана Она связана А вы связаны Она не связана Ну ее не связаны Видимо решили что она Вы приходите в себя только на следующее утро Так а сейчас что? А сейчас это У вас целый день пролетает А то есть Фига там что за зает Пойзоне Ну нормально Ну это видимо хорошенько У меня если был детект Можно еще раз Чтобы я еще хоть раз посмеялся над твоим детект-пойзоном Когда ты каждый раз это делаешь Ну ха-ха Пока они просыпаются Ты вообще в заклинаниях ничего не смыслишь Ты Марина Я же понимаю когда там что-то колдуешь Ну в смысле то что ты каждый раз предъедуешь Ты Марина можешь видеть как в деревню въезжает 100 человек голубых плащей Тяжелая конница Элита А мы за тяжелой каменными стенами и решеткой Так же опускаются два дракона Катапульта нет? Оставь Что-то Не потянь одежду Оставь для него Сейчас он будет проверять Они снимают здоровенный сундук И передают его Рону Вместе с его сотоварищем Все люди в этой деревне попрятались куда-то Видимо они Несмотря ни на что эту конницу не особо любят Но терпят Отличных вы ребята друзей нашли Пиздец Братья целые Настоящий хороший друг Как будто хоть раз было бы иначе Ты там друзей находил заебатых да? Все время подгонял Вот три дебила нафиг Это сила Рон подходит к решетке и видит что вы просыпаетесь Простите с вами было весело но поймите Кому ты нас продаешь Интересы народа важнее Кому ты нас продаешь? Почему продаю? Я вас передаю Так стоп тайм теперь Можно? Можно Баррикадироваться в этой тюрьме Чем Баррикадироваться в этой тюрьме? Нет книг У меня есть палец с таким дымагом Парочку ты убьешь Можете заснуть Заснуть Засверлиться Представляешь куда здесь засунут Этот палец Их сотня человек И драконы Каменный дом Ты представляешь Ты представляешь что такое дракон У меня нет мечей Нет Нет Драконы маленькие Размером с лошадей Такой Машина Типа машина Они чисто летающие Они даже догнем не дышат Это чисто транспорт Это можно поцарапать Вот Ты можешь в машину Разобрать эту стенку Сто человек У нас лет оружие Павлович Павлович Ты видишь У меня нет моего топора Нету оружия ни у кого Кроме твоего пальца Мы одним твоим пальцем Знаешь что мы сможем сделать У меня блин За стремительным раундом Я могу Щелку Я так делал в Фоллауте втором Ой Щелку пальцем делал Да Пожалуйста Не уточняй Что Так Нет Соп Подождите Что Я сейчас хочу с Роннице Пока спешивается Роннице Пока здесь Так а кто это Чью власть я не представляет Его не до конца Да Ты голубок вообще не видишь Государство Нет Так именно дракон И держите На меня бить С тварей было весело Да нормально Весело вдохнули Первый раз Предают нас Отлично Кидаю дипломатию Может не стоит А я кидаю Будешь бить через решетку Нет Я просто неправильно понял Думаю если олимпийские драконы То эльфов должны быть А не Нет Я же объяснил эту ситуацию Как это слово Что они заключили Договор с Эдендаром И с чрезвычайной ситуацией Ввести Ограниченный контингент драконов Для поисков Ну типа наняли просто Особенно учитывая что Они Они еще сказали что Тихо Олешка дай Они решили еще что Покрытись Они еще решили что Да блин Да не звучит Не отвлекайся Сказали Эльфам что Вы Ее девчонку выкрали Из тюрьмы Кто сказал Конечно У нас есть плюс Мы выкрали дочь За должницу Да нет Мы освободили дочь Высокопоставленный чиновник Он говорит Вот так это он простит все А ты что до этого Да Тем временем Рон В случае как он беседует С командиром И рассказывает Какую при помощи какой-то Жесточайшей магии Заставили Его народ с вами Взаимодействовать Что Подожди Он не отошел еще Мы хотели на него воздействовать Вдвоем Подожди Он не отошел Ну конечно Давай Я просто слова забыл Давай 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 Когда Гость приходит Говорит правду Говорит правду Говорит правду Помнишь Помнишь Мы делали В тронном зале Нет Это не покатит Ой Не важно Я походу Я кидаю на бленф Рон Ты понимаешь Что В таком случае Весь пафос И все остальное Оно спадается И Вы считаетесь Вы больше не будете считаться Никакими Высокоморальными Не высокоморальными А высокоэтическими Племенем Да Короче Мы по всей тюрьме слухи пустим Про ваши плены То есть Ну Вы обрекаете себя на изоляцию Внутри себя Очень жаль Что ваше колдовство заставило Действовать вместе с вами У меня 20 У меня 30 Он очень сожалеет 30 на блед Ему очень грустно Ему очень грустно Вообще грустно Ну чувак Представляешь У него тут армия такая И тут 30 Белатранцев Вообще Какие варианты Очень грустно Может он подумает О чем Он может подумает О чем Он отойдет А потом подумает Он подумает Все таки Может быть Ты на меня не дави 30 Хорошо Хорошо Я учел То есть 30 Не у каждого Выпадает 30 Шевелить здесь не очень хорошо В общем Марина все еще через окно наблюдает Мы развязываем хотели? Ну а если она нас развязала Так развязала Марина Ты нас развязала Да Конница выстраивает Точнее все спешиваются По полу так ползает И делают Такой Вокруг Сейчас давайте Зачерчим Все начнем уже наконец Это пломбоя Вот ваше Я здесь 100 фишек не буду выставлять 5 телепузиков А ты просто нарисуй Вот это они Я сейчас фаерболом туда ударю И все Ударишь У тебя крышки нет? Они ее мне принесут назад С чего? Наивно что ли? Это бы там внутри Мак оптинист Так Тера-тера-тера-тера-тера Нарисуй просто Большой круг Напишу 100 Марино стоит Мы там валяем Здесь драконы Не причем Да мы все они такие Припод встали Мы уже такие Красные Где там? Восемь грудь был Когда мы там Вот так стояли уже Это вы там валялись Да и в этом Их командир Клуток в боку Вы пока не видите где Выкрикивает Что Сейчас Они откроют дверь Если вы хотите жить Хоть чуть-чуть Вы должны выходить по одному Если он видит Две рожи сразу На вас Обрушится Гран болтов А также Различные магии Говорит он Арбалетных То есть Этим граном Они пробиты То есть Я скажу себе Можешь бежать Ты вообще что употреблял? Я вообще вижу Всю эту Сейчас Вы как финиш Ляжете Они расстреляют Сотку этих Человек на конях Ну там У вас маленькое окошко Если ты будешь подходить Да Буду подходить А он говорит К окну Никому не подходить Только увидим Там хоть одну рожу Получите болт между глазами Ладно Губ Я буду читать Молитву мистер Спрошение Специальное сообщение Докладываю Что просишь Предсмертную просьбу Я хочу Испепелить всех врагов Хороший план Как раз у Палыча Я прошу Предсмертную просьбу У своего бога Чтобы она дала мне Силу Испепелить своих врагов То есть после этого ты должен умереть, потому что это предсмертная просьба, правильно понимаю? Может быть, если ты умрешь, она все пылить всех врагов, если они тебя слышат, а может быть, нет. Вали! Ты в этом можешь верить. Домас, вали его! Тем временем командир говорит, что у нас нет резона вас убивать. Мы вас арестуем, и нам нужно с вами поговорить. А куда у нас, ну так чисто из глубины дерьмы так, а куда нас собираетесь тащить? В столицу. Долинор? Вам вменяется в вину убийство нескольких десятков солдат гвардии, а также нескольких десятков солдат синих плащей. Это все какая-то невероятная ошибка. Разорение деревни, многочисленные убийства, ицетра, ицетра, ицетра. Знаешь, лицо Немлот, которое сейчас стоит, рядом с нами. Немлот такая, ребят, я зажигала, там в соседний город ехала, да? Чисто, случайно. Я ору, я никого не убивала, выпустите меня. Заложницу выпустили. Это все она, это все она. Давай заложницу хотя бы отпустим. Ты что, это единственный наш козырь? С чего бы это? Не знаю. А может быть, у нас заложница ехать? А может, у нас все-таки ехать в столицу на переговорах? Может, на переговорах? У нас нас не довезут, в конце концов. У вас два шанса, сдаться, либо красиво здесь погибнуть. Я уверен, ее-то довезут туда, она оставляет. Непрочем. Ну что, выставляешь, нет? Полтинек. Да ну, нафиг, ты что, парь. Это бред, давай. Почему? Что? Он сам так умрет. Да не надо, не надо, не надо. Я спросил уже, я уже просил, просьбу, да, этому самому. А умрет или нет, это уже зависит. Короче, не будем накарять. Я буду ждать, что я буду накарять. Сейчас передумай это, Ром. И все, на сотни, волков там 30. Ты представляешь, что здесь будет? Да и будь весело. Помнишь, как было с полтинником? Полтник просто рев. Он не ожидал. А сейчас не ожидают? Ну, как бы, да. Не ожидают. Ну, получается, таким образом, сенс-мотив, короче, скорее всего, он тебя продал. Может быть, он позже отомстит. Но сейчас... Ну, да потом. Он будет горько плакать вечером. Я кинал на сенс-мотив, я кидал два блефа. Ну, не будет он. Почему? Ну, я сказал, что он очень простный. Как ты, хоть у тебя 100 блефов, но это просто нерационально. Да, да. Одно дело, блеф. Когда это, как бы, есть сомнение. Другое дело, когда у тебя стоит вот два дракона. У меня, у него не стоит. Мы набегаем уже рисковать жизнью клана, ради каких-то, ну, как бы, реально непонятно, в пяти там... Стоп, стоп, стоп. На чем что? Давайте вам немножко объясню. На прошлой день мы говорили о том, что... Сейчас, давайте вам как раз. Если тебя покормили, если тебя покормили, тебя не убьют. Так они не убивают в этот вечер. Они нас не убивают, а нас отдают. Да, ну, а ты что? Я сейчас немножко объясню. Они таким образом, чтобы, понимаешь, чтобы убивать десятками государственных солдат, ты должен все-таки отдал взамен что-то давать. Конечно, они себе карму восстанавливают. Таким образом, они сейчас восстановят это. Они посвятили людей, они набрали мясо, они нажрались. Потом будут думать еще по каких-нибудь выходах. Это балансировка на грани. Ну, да, это понятно. Нет, если вот реально брать шотландцев, как бы... Это не шотландцы. Ну, это оборотни фэнтези в мире. Ты учти, что они побратались с вот этими тремя? Не братались. Братались? Нет. Ну, как нет, если они кровь выпили из одной чаши? Да, кстати. То есть они признали братьями... Из одной чаши не было, было просто пили... Да, не было братания, вы просто пили у них костями. Мы просто пили кровь оленя за столом вместе, но не с одной чаши. Они вот показали, что... Я тебе отвечаю. Он сказал тебе... Нет, нам всем на лилии, мы все отдельно пили. Он сказал, теперь мы принимаем вас как равных. Тогда он сказал. Да нет, даже... Короче, здесь одно дело традиции, другое дело политика. Ну, ты просто, ради своего клана, он не будет рисковать заняться. Я, как бы, в силу клана. Я тоже, кстати, лир. Я вам еще раз говорю, у вас два выхода. Здесь погибнуть героями. Короче... Я выхожу на суд и прочее. Я выхожу на первый. Подожди, дверь закрыт. Да что ж такое-то? Сейчас скажем, выпустить заложницу. Мы сейчас ее выпили, но сейчас сразу тут и перестреляют. Прям в этой кутузке. Вы живыми нужны. Я... Я еще раз расскажу, что монетка нужна визиру, советник. Это понятно. Так это у информации ее не могут найти. На коллс безостановочно сажать, как утром ящик. А если вы расскажете им про черно-белых и прочее, может быть, у вас есть шанс, а может быть, нет. Ладно, короче, ну тут раздаваться надо, парни. Да. Как пить дать. Отпускаем Эльфику? Да, отпускаем. А ты с ней провел хотя бы какое-то время, Томас? Она за нас получится или сейчас сразу же... 10 минут на обсуждение. Вашему твазову. Я... 10 минут долго. 5 даем. Я засекаю время. Я хотел 5, поэтому просто 10. Не переживай. Пошло время. Сейчас будем это обсуждать в прямом иком. Томас. Марина, ты что думаешь? Прошли сейчас. Ты хочешь убежать, наверное, убежать отсюда совсем? Из этой компании. Да, я как-то не хочу от нее убегать. Так, не мод, а у нас вариант такой. Мы берем тебя в заложницы. И если ты стоишь много, они не смогут тебя убить, потому что мы находимся в маленькой крепости сейчас. Я тебе напоминаю, у нас нет оружия. Ты чем будешь пальцем ездить? У нас нет оружия. Ты думаешь, что мои волоса, ты не соски их напугаешь? Ты будешь пальцами угрожать своим. У мага нет книги. У мага нет книги. Ничего нет. Есть только твой палец. Есть только твой палец. Да это все равно. Ты можешь спасти себя. Да. Можешь стрелиться. Вот так сделал. Застрели себя. Да нет, ну это бред. Тут вообще без вариантов. Без вариантов. У нас деревенька была такая химика. Мы только в раз по застали. То со второго раза. А все еще есть пять минут. Мы продолжаем. Томас, как ты думаешь, ты хоть пару дней провел с ним. Вот она хоть немножко нас поддержит в случае чего. Ты видишь сверкающие глаза и я готов принять смерть, если эти свиньи умудут вместе со мной. Ты про кого сейчас? Про эти свинения и про его. Ну, неадеквата надо валить, короче. Неадеквата опять там оглушить. Давай его выкинем тогда, пускай там всех порешает, пресмертно там испепелит сотни человек. Я вот не стал так делать, поскольку я не верю, что твоя жизнь важнее его жизни. Извини. Поехали, приоритеты. Сейчас тихо. Нет, я не сказал важнее. Я сказал, что его жизнь не важнее твоей. Так он готов за нее жизнь отдать? Я нет. Дайте, я дальше скажу, что у вас сейчас два выхода. Я вам как мастер говорю, вы их победить не можете такими силами. Это я не спрашиваю. Ничего себе. Извини, конечно, но на 5 минут для этого давно было. Не, ну окей, то есть, Люксур, ты готов пошутить всеми нашими жизнями? Стоп. Стоп. Если умирают, то все вместе. Вопрос про это. Никто не будет умирать для рейховоза. Ты понимаешь, что это была сейчас шутка про того, что выкинуть его и пускай он себя перестреляет? Или нет? Или ты уже намешался? Ну, давай сейчас шутить все вместе. Давай я буду сейчас шутить, постоянно с тобой поговорю. Тебе будет очень быстро. Ты все время шутишь и прикалываешься на разные причины. Я сейчас серьезно шучу, да? Да не ссорьтесь вы, все. У вас 3 минуты. Ты что такая? А ты что? А ты еще шутишь тут вовремя? Тихо, тихо, все. Палыч, Палыч, сейчас у вас все время кончится. 3 минуты у вас еще. Ну? Без нервов. Я предлагаю сейчас не шутить и серьезно сказать. Я не считаю, что жизнь важнее чьей-то другой. Все. Это я тебе сказал уже. Это выяснили. Я сдаюсь. Пускай они, да. Ты конечно сдастся без вариантов. Без вариантов вообще абсолютно. Не млот? Тебе только что сказали, что без вариантов. Не млот, что ты думаешь? Ну я думаю сдастся, потому что других вариантов реально нет. Но твоя сдача будет еще раз. Без оружия что-то им противопоставлять. Ты выдержишь, и тебя скорее всего после этого припроводят к отцу. А нас повесят. Серьезные меры будут, если только дипломатическими, по отношению всей вашей миссии, дип-миссии. Ну а я могу как-то попытаться перед отцом, как олицетворением какой-то никакой власти их, оправлять? Только деревянные или потолго-недерянные? Каменные. Потолго-деревянные? Каменные, каменные. Ну отлично. Каменная кладка. Да запаривайся уже. А все, короче, давайте я выяснил. Нет, стоп. Две минуты еще есть? Одна минута, да, две минуты. В общем, любые твои идеи по поводу сопротивляться им, это без порядка. Я выйду сюда, а ты иди сопротивляйся, я не хочу с тобой на тот свет идти. Ничего личного. Я тоже сказал. Я как раз говорил о том, чтобы если думать, то вместе. Одна минута. Не думать, а не помирать. Вот именно, что тут думать-то? Тебе сказали, ты умрешь. Без вариант. Думать, ходить подставить свои задницы, вот что я про вас думаю. Что Мешка думает? Палыч, сейчас, тихо, давайте я сейчас, я вам немножко проеду время. Я понимаю, что Палыч, за то, чтобы драться, ты за то, чтобы сдаться, ты, чтобы сдаться. Ты чего думаешь? Потому что у вас Олежка, по сути, получается, решающий голос. Я хватаю эльфа за ухо, чтобы его, знаешь, лицо оказалось прямо передо мной. Он сейчас тебя поднёт, наверное, с пальца на нервы. И вы сейчас хорошо подумали, чтобы у него парализованная. Я его прям реально, знаешь, схватаю, чтобы у него, ну, дёргаю так, чтобы его лицо оказалось прямо передо мной. Типа, не просри свою жизнь. Очень грустная музыка. Из-за скотча. Тебе-то будет всего лишь минус левел, а нам-то? Нет, это не факт, что ему в втором раз был спасать. Да, я понимаю. Ну, кстати, где она? Ну, вот, я что, я кричу, что, типа, я готов выйти, типа, сдаться. Нужно её выпустить, как я. Начинаю, я по пальцам, просили выпустить её, я первым нужно выпустить. Пальцем большой, пальцем, ну, плевать, где ногти острее, как бы, разрывать эти самые, как это называется? Вены, да. Зачем? Чтобы, типа, отдать кровавую плату своему богу. Вот, да, скажем. Вы слышите, как там что-то, кто-то копошится за дверью. После этого дверь открывается, слышите, взведённые курки арбалетов. Все приготовились, некоторый лязг такой. И наступила полная тишина. Выпустите девушку. Ты пизда, наверное. Да, она пизда под дождём. Просто, просто, да. Нет, ты понимаешь, я по-другому это профессионал. Нет, хата не так убивает. Да, конечно. Выпустите девушку, говорят они. Чё, выпускаем? Такой концовка тренера у нас простаёт. Ты выходишь, так, ты у нас жёлтенькая, да? Как там, тинки-винки? Да, она такая медленно бредёт, там чуть подальше. Ну, и посмотри, на нас поворачивается пушкой какая-нибудь большая. Дальше, дальше кинетографичный должен подскочить. Подскочить один из людей с синим плащом, накинуть на него синий плащ. Да, увести его. И тут же уводят. И тут нас вяжут сзади. Да, я буду выскакивать. После этого слышите, что отсюда все отходят. Вот так вот. Вон там есть как-то. А, так вот, да. Так, и все разотачиваются. Какие кудри. Волосатые, как-то дерево. Ну, последующий был у нас там. Давай, я пойду. Выходите по одному. Да, все же. Вперед. Черный умирает первым. Тебе, развернись спиной к нам. О, ничего себе. Вы будете трогать одну спину, подонки. Второй раз повторять не будем. Ну, разворачиваюсь. Двигайся задом. Никита, двигайся задом. Танцуй. Шейк Ю Эс. Ты был арестован за то, что ты был пятницу черным. Шейк Ю Эс. Ты доходишь до сюда. Тебя сразу же заковывают, связывают. Следующий. Кричат. Россия получилась. Ну, слушай, я буду выскакивать и, ну, не знаю, кричать. Выскакиваешь? Беги. Да. Эли, беги. Эли, беги. После того, как он кричит ЛФБД. Я делаю быстрый раунд. Только сейчас тебе. А нет, я не знаю. Там это предзаготовленный раунд у них. Они на любое это. Они оставляют сотни болтов. Ну, ну, что, как бы, кровь по левой руке, видимо, как бы. Если нет, то нет. Но ты сейчас, если Палыч побежишь, скажешь, что он кричит ЛФБД. Ты уже слышишь, как спускаются несколько болтов с ближайших. И он падает зашпигованный стрелами. Попаду сначала. С грязь. Да, попадают. Это много. Они попадают. Это в самах. Спускается большая часть болтов. Да. Не надейся, здесь все уже предзаготовлено. Ты падаешь, и у тебя начинает разливаться дужа крови. Облака сгущаются. Я там изнутри. Что ж мы наделали? Еще герои есть, спрашивает голос. Следующий. А можно подумать? Поздно. Поздно думать. Ну что, ты еще надеешься, что тут получится? Я думаю, в тот момент, когда они устреляли... Четыре секунды мы кидаем зажигательную бутылку. Когда у него стреляли, смешение было. Он стреляет, стреляет, стреляет. Палыч, они стоят, целятся в один проход. По 100 человек. Несколько человек спустило стрелы, да, он дошпигованную. В него. Не 100. Палыч, у них там все командно. Ты, короче, не видишь. Ты в слабом положении вы находитесь. Вы не видите, что там происходит. Просто вышел, вышел. Я хорошо вижу. Челкну несколько стрел. Нет, стоп, стоп, стоп. Тут главное важно понимать, что в темноте, если из темноты сможешь наружу, тебе видно то, что находится ниже. Ты видишь вот тех вот стоящих. Я левуюсь в том, что левуюсь львовок, да, я левуюсь все. Из окна ты не будешь усовываться. Я не высовываюсь. Ну хорошо, так сказать. Там маленькая кошка тебя разливали. Палыч, я тебе рассказываю. Его нашпиговали, там стрел 10. Эти, в этих там, в этих там, что-то не у пахлавины. Плюс еще мать есть, которые еще ничего вообще не делали. Не факт, кстати. Не факт же есть. Возможно, есть. У меня есть... Ну... Через 3 секунды кидаем зажигалку. Сниму, ничего. Раз. Выходи. Выхожу. Спиной. Вперед. Гному поближе. Саму надыхаешься вперед. Насколько я могу изменить себя? Не сильно. Ну как, ты можешь... Если нет кольца, Палыч. Ты можешь на перерклетке. У него и ты не снимал. У тебя все снят. Нет, вещи искал, ты вещи оторужил. Сейчас ты спросил, есть ли кольцо, я говорю, нет. Кольцо не вещи. Ты говоришь, что Палыч, оторужил кольца. Сняли все у вас. Естественно, кольца там все. Украшения. У вас осталось только на бедреной повязке. Ну нет, на обычной одежде. Нет, вы голые вообще. Голые? Да. На бедреных повязках только эльфийка чуть побольше одежды не оставили. Из-за уважения. Ну, со сверху чуть побольше. Из-за уважения к нам, чтобы не мыслить. Тучи сгущаются дальше. Пинусами потолок не пробить просто. Ты только будешь там валяться? Я мертвый. Если тебе должен быть демон сейчас такой, знаешь, кровавый, выцел с топором. Вы вообще, все знаете о том, что я приверженец заклинаний молнии. И сейчас сгущаются тучи. Ты давай там мертвый, лежи дальше. Три секунды, и мы кидаем зажигалку, а с ней выходит последний. Теперь горбатый. Я сказал горбатый. Я сказал горбатый. Да. Я делаю шаг наоборот. Чего шаг наоборот? Шаг на порог. А, шаг наоборот. Повернись спиной, слышишь ты голос. Теперь я смотрю, что там происходит. Видишь стоящую толпу. Кто там со щитами, торчат арбалеты. Там торчат драконы. Откуда ты сзади, там, голос команды. Вот это вот, сила воли у Павлача. Повернись спиной, еще раз повторять не буду. Может что-то и будет, но надеяться, что как будет. Растекается лучше крови. Я смотрю, что с ним случилось. Он мертв. Вену себе порезал, лежит мертвый. Психанул. Так он упал, а дальше, чем его стрелы полетели. Питает вперед, слышишь голос. Раз. Я делаю еще один шаг вперед, и делаю полповорота. Два. Нет, я делаю полповорота, я начинаю разворачиваться. Что-то произойдет. Я все жду и начинаю идти медленно, как только можно. На три тебя умеют. Нет, я развернулся на три. Иди спиной. Нет, я не иду быстро спиной. Стоп, стоп, стоп. Я смотрю, что с ним случилось. Да лежит он мертвый в крови. Что именно, скажем так, какой позе он умер там. Какие-то могу, дайте мне что-нибудь, блядь, кинуть. Он лежит мертвый в крови, на боку. Что я что, лёгкий, щекуча. Все, я 20. 20, что-нибудь кричит. Это, знаешь, это бросок на гулл пауэр. Беешь ты своему сопартийцу или нет? Он критически мертв. Нашпигован просто стрелами. Чтобы башка отторвана. Ты продолжаешь двигаться вперёд. Туча начинает погромыхивать гром. Я иду, я иду, как бы, и максимально, то есть, бам. Что происходит? Ничего. Павлович, сядь. Сейчас ты будешь эту фишку говорить. Нет, не попали. Я вот сюда убежал, блядь. Я знаю тебя, какой стиль. Какой же мой стиль. Четверо человек подходит. Он тебя сверху одевает какую-то мешковину. Начинает связывать. Заводить об грязь. Он медленно ходит. Садолбал. Надоел. Садолбал идти. Да, его отводят. Дальше вы слышите только звуки. Аквас грузят. Кто-то похохатывает. А тебя, Марина, сажают. Вообще сразу же на дракона. И дракон взмывает в небо. Ты видишь сполохи пламени в небесах. Видимо, собирается гроза первая в этом году. И уже когда вы отъезжаете из деревни, первая вспышка молнии поражает тело мага, оставленное там лежать. Не видим. Коня немного пугаются. И потом вся конница ускоряет свой бег. Что будет дальше с магом? И с вами мы узнаем в следующей водилке. Да ладно. Это чего? Нельзя так. Сейчас только полдесятого. Добро пожаловать в плен. Ну, следующая просто уже ступень такая довольно-таки преодолена. солидная, чтобы отбить. Час появлялись. Нормально. Час. Два. Чтобы отбить немного. Так что будет дальше, узнаем в следующей водилке. Спасибо, что смотрели. Со мной сегодня играл Грустнопалыч, который перестал смеяться во второй половине и шутить. Да. И стал злым. Олежка, который, возможно, переродится. И, возможно, это вообще был его план весь. Пикачу. Саня. Пленный, но довольный. Живой. Потому что, знаешь, договориться можно со всеми. Ипадин Андрей. А, гном. Просто, агном. Ипадин Андрей. Да. А также, в первые на экранах, в этой водилке, очень сегодня бывшая многословная. Не, ну. Ну, это нормально. Это так и должно быть. Это у нас кто входит в водилку, сейчас мы первый водилка обычно молчат. Это была Марина. Надеюсь, что следующая будет еще. Овел, естественно, братец Ву. Овел? Братец Ву. Спасибо, что смотрели. Живите долго и процветайте. Пока. Да. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok